Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов. Буквально уже на днях 30 апреля завершается ежегодная декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц. Каким образом рассчитать размер налоговых отчислений? Кто обязан декларировать свои доходы? На эти и другие вопросы мы попросим сегодня ответить наших собеседников. Итак, гости нашей студии сегодня начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной Налоговой Службы по Республике Саха Якутия Марина Николаевна Медведева. Здравствуйте! Здравствуйте! И начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления Саргалана Гавриловна Винокурова. Добрый день! Добрый день! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, то, что касается декларационной кампании, звоните и задавайте свои вопросы. Итак, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос, который я хотела бы задать, адресую Марине Николаевне. Какие категории граждан обязаны представить декларацию 3 НДФЛ? Здравствуйте, уважаемые слушатели и телезрители. Декларацию формы 3 НДФЛ традиционно представляют у нас граждане, продавшие имущество. Это квартиры, дома, земельные участки, доли в этих объектах недвижимости. Также лица, продавшие автотранспортные средства и иное имущество, например, гаражи или другое зарегистрированное имущество, которое находилось в собственности 3 года и менее, соответственно. 3 года — это срок для лиц, состоящих на налоговом учете, то есть зарегистрированных в Республике Саха, Якутия. То есть срок по налоговому кодексу для других регионов, возможно, другой, может быть, 5 лет, но именно для граждан Якутии этот срок составляет 3 года. Такие лица обязаны декларировать доходы до 30 апреля. Следующая категория, достаточно тоже существенная, скажем так, — это лица, которые сдают в аренду имущество. Имущество тоже может разное сдаваться в аренду. Это может быть и жилое имущество, и нежилое, и автотранспортное средство. То есть все, что, в принципе, тоже имеет гражданин в собственности. Вот как раз я хотела бы задать вопрос по сдаче имущества, например, в аренду. А каким образом налоговая служба у нас выявляет тех людей, которые, например, сдают квартиры в аренду и так далее? Ведь, как правило, эти доходы, они официально не озвучиваются. Налоговая служба, конечно, работает очень плотно в интернет-ресурсах. Соответственно, разные платформы мы используем, анализируем объявления, чистоту их и системность. Далее, мы очень плотно работаем с местными администрациями на местах, управляющими компаниями, уполномоченными участковыми МВД. То есть информация, которая, в принципе, поступает из этих источников, она анализируется. Соответственно, мы предлагаем людям задекларировать свои доходы. И из года в год, в принципе, у нас количество таких лиц, которые задекларировали эти доходы, оно увеличивается. Хорошо. В какой срок необходимо задекларировать доходы, полученные в 2020 году? Срок один у нас, 30 апреля, традиционно. Уже не один десяток лет такой срок. Поэтому мы, лица, которых я озвучила, да, и плюс еще лица, получившие призы, иные доходы какие-то, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц, такие лица должны задекларировать свой доход 30 апреля, не позднее. При этом срок уплаты налога за 2020 год у нас 15 июля. То есть не одномоментно человек декларируется и уплачивает налог. Это есть разный немножко срок, то есть дается время на то, чтобы подготовиться к уплате. Хорошо, дорогие друзья. Напоминаем, что мы работаем в прямом Ихире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Сегодня мы говорим о декларационной кампании, о том, каким образом, в какие сроки нужно будет подавать декларацию. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. Каким образом действительно задекларировать доходы от продажи имущества? Как это делается? Значит, для того, чтобы задекларировать эти доходы, нужно, конечно, иметь на руках договор купли-продажи, как минимум. То есть в этом договоре указана цена сделки, за сколько вы продали. Но облагается, конечно, не вся эта цена сделки, а человек вправе заявить налоговый вычет имущественный. То есть те расходы, которые он понес, приобретя эту квартиру. То есть, допустим, он продает квартиру за 5 миллионов, а приобрел ее 2 года назад за 4 миллиона. Значит, уже будет облагаться, соответственно, миллион. Разница между 5 и 4 миллионами. Для того, чтобы задекларировать это все, нужны эти все договоры, соответственно. И привычные документы связаны с расчетами. Это могут быть расписки, это могут быть платежные поручения банков и так далее. То есть эти два документа, как минимум, повторюсь, договоры купли-продажи и платежные документы. Этих двух документов достаточно, чтобы заполнить декларацию правильно и счистить налог в уплате. Каков срок уплаты налога? Вот мы об этом говорили. Да, срок 15 июля, поэтому граждане могут взвесить свои финансовые возможности. То есть, если определенная сумма возникла к уплате и единовременно затрудняются ее оплатить, значит, нужно как-то частями тогда уже. Частями оплачивать, но не позднее 15 июля. Каким образом можно будет уплатить эти налоги? Уплатить можно будет через личный кабинет, да? Да, способов у нас очень много. В частности, у нас и интернет-сервис, личный кабинет налогоплательщика, где, возможно, с любой банковской карты платить соответствующий налог. Хорошо. Существуют ли санкции в случае непредставления декларации или, например, неуплаты? Да, конечно, есть такие санкции. Я обращаюсь именно к слушателям и нашим зрителям. У лиц, которые продали имущество, у них есть обязанность. То есть обязанность со сроком 30 апреля свои задекларировать доходы. Соответственно, если позже пришли, то будет штраф. Штрафные санкции в размере 5% от суммы налога за каждый месяц. То есть чем дольше вы не отчитываетесь или поздно отчитались, тем больше сумма штрафных санкций. Соответственно, если вы оплатили не в срок, а дали 15 июля, то уже будет пеняно числена 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка. Какие изменения произошли в порядке исчислений и уплаты налога на доходы физических лиц? Да, изменения в этом году у нас есть. В 2021 году в частности у нас вышел федеральный закон о повышении ставки НДФЛ. То есть с доходов более 5 миллионов будет исчислен налог по ставке 15%. У нас практически 20 лет была плоская шкала налогообложения 13%. И вот впервые с 2021 года будет применена прогрессивная шкала 15%. Но, повторюсь, с доходов более 5 миллионов рублей. Все-таки, наверное, большую часть населения, наверное, это не коснется. И важно еще, что с доходов от продажи имущества ставка остается 13%. То есть если вы даже продадите в 2021 году за 6 миллионов, ставка все равно будет с этих доходов 13%. На каком-то примере вы можете нам, например, рассказать, чтобы наши телезрители, радиослушатели... Да, ну вот давайте сразу 6 миллионов как раз и возьмем. Если вы получили зарплату в размере 6 миллионов рублей, с 5 миллионов это будет 650 тысяч, 13%, да, 5 миллионов на 13%, 650 тысяч. И с миллиона, сверх которой 5 миллионов у нас, да, уже будет 15%. То есть, соответственно, 150 тысяч рублей. И, соответственно, сумма уже будет у нас 800 тысяч, да. То есть не со всех 6 миллионов важно 15%, а то, что больше 5 миллионов, ставка 15%. Хорошо, у нас в студии телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот в селе хочу продать дом с участком. И тогда, ну, у нас сена-то маленькая будет, как обязательно надо отчитываться, да? Значит, нужно обратить внимание на то, что имущество, сколько времени находится в собственности. Если имущество находится в собственности менее трех лет, вы обязаны задекларировать доходы вне зависимости от размера полученного дохода. То есть даже если небольшая стоимость того имущества, которое вы реализуете, в любом случае именно ориентируйтесь на дату, сколько у вас в собственности была эта недвижимость. Если менее трех лет, то нужно обязательно, да. Хорошо. И вот пенсионеры интересуются, да, просят разъяснить, как человек должен оплачивать налог, например, вот по вкладам. Пенсионер копил свою пенсию, да, вот согласно изменениям по вкладам в этом году. Да, это тоже изменения, которые, да, в этом году у нас с 21 года появились такие изменения, налогообложение процентного дохода так называемого, да. Значит, здесь гражданам, что бы мы рекомендовали, в принципе, нужно оценить, какая сумма процентов у вас будет начислена в 2021 году. Причем со всех вкладов. То есть если их несколько, то, соответственно, и нужно оценить возможность, будете вы платить или не будете. Значит, ключевая ставка Центрального банка, она зафиксирована уже 42 500. Соответственно, если у вас сумма процентов со всех вкладов будет больше, чем 42 500 рублей, в принципе, сумма не маленькая. Это именно мы говорим о процентах. Сумма процентов более 42 500. Вот более этой суммы, соответственно, с процентного дохода будет удерживаться НДФЛ. Давайте на конкретном примере разберемся, чтобы было понятно, да. Например, пенсионер, у него есть накопление, грубо говоря, 200 тысяч, они у него лежат на сохранении в банке. То есть ежегодное начисление процента происходит банковское, да. Вот в этом случае как он должен оплачивать, не должен оплачивать? Ну вот если у него сумма процентов, ну условно говоря, там 1000 рублей за год накопил процентов, именно процентов, то эта сумма в пределах 42 500, то есть он НДФЛ уже не будет платить. И если более, вот еще раз говорю, все-таки вот константа, вот эта вот сумма 42 500, если сами проценты больше этой суммы, то да. И если меньше, то нет, налог не уплачивается. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Сегодня мы говорим о декларационной кампании 2021 года по налогу на доходы физических лиц. И сегодня у нас в студии находятся сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха, Якутия. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, и до рекламы мы говорили об особенностях декларационной кампании 2021 года. В чем еще у нас есть нововведение? Да, нововведение еще существенное, в принципе, для налогоплательщиков. То, что я озвучила по обязанности представить декларацию. С этого года появились такие моменты для граждан, может быть, не совсем приятные, но тем не менее. Если гражданин не придет в налоговую службу и не представит декларацию по продаже имущества, то налоговые органы с 15 июля начинают доначислять налог, который должен быть уплачен физическим лицом. Поэтому, пожалуйста, декларируйте свои доходы. Мы обращаемся ко всем гражданам. Пожалуйста, приходите, мы рады вас видеть. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о декларационной кампании 2021 года, о том, каким образом рассчитать размер налоговых отчислений по НДФЛ, а также о способах декларирования и оплаты налогов. Напоминаю, что наша программа выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 322-0066 и 3211-66. Я напомню, что у нас сегодня в студии находятся сотрудники управления Федеральной налоговой службы по Республике Саха, Якутия. И у нас телефонный звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот, например, два года назад приобрел автомобиль, стоимость 370. Через два года вот нынче решу продать, но она никак не подорожает. Она на уменьшение пойдет и она в среднем будет стоить 300 тысяч. А с какой суммой я вот это вот облагается налогом? От скольки? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Еще один телефонный звонок примем. Алло, добрый день. Я купила в этом году квартиру, но сама пенсионерка ипотеку взяла, взята на имя дочки. Я хочу взять вычет. Могу ли я взять вычет? Хорошо. Ну, давайте с первого вопроса начнем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Значит, с первого вопроса декларировать доходы, полученные от продажи автомобиля, в любом случае, вы обязаны. Понятно, что у вас стоимость снизилась, ну, то есть качество автомобиля, соответственно, уменьшается, это все известно. Вот, тем не менее, вы обязаны задекларировать доходы вот в размере 300 тысяч рублей, то, что вы говорите, что вы продали. И так как у вас расходы на приобретение этого автомобиля были более чем 300 тысяч рублей, вы вычет тоже заявляете 300 тысяч. То есть налога к уплате не возникнет, он будет равен нулю, но исполните обязанность по декларированию вы обязаны, так как у вас в собственности менее трех лет находился автомобиль, два года, как вы сказали. И второй вопрос. На второй вопрос. В принципе, тут две позиции, как бы и объясню. Если вы пенсионер, вы, в принципе, имеете право на налоговый вычет, который имущественным называется, да, связанный с приобретением недвижимости в суммах понесенных расходов, соответственно, приобретения недвижимости. И у вас есть право заявить этот вычет за предыдущие четыре года. Вот, но вы озвучили, что ипотека, она дочь оформлена. Да, то есть в таком случае нет уже, то есть должны быть расходы именно физического лица, то есть ваши личные, как гражданина, как физического лица, пенсионеры и так далее. То есть все-таки по НДФЛ нужно понимать, что вы разные налогоплательщики, ваша дочь и вы. Хорошо, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Марина Николаевна, вот мы как раз-таки начали говорить об особенностях декларационной кампании 2021 года. Да, я продолжу то, что мы до рекламы начали. До 15 июля гражданам, в принципе, даже с нарушением срока, все-таки мы рекомендуем представить декларацию по доходам, полученным от продажи имущества. Но с 15 июля налоговые органы, в принципе, Российской Федерации начинают такие проверки по лицам, которые не отчитались. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, да, как будет происходить расчет. В налоговых органах есть сведения из Росреестра о ваших сделках по продаже имущества. Соответственно, цена сделки тоже есть. Или, как минимум, есть кадастровая стоимость. И налоговые органы начислят сами НДФЛ самостоятельно, без участия, так как гражданин не отчитался. Мы сами начислим по тем данным, которые пришли нам с Росреестра. Налог будет исчислен с коэффициентом 0,7 от цены сделки, соответственно, с вычетом на 13% умножить под наставку НДФЛ. То есть гражданин, который не отчитался, ему уже где-то к концу года поступит требование на уплату налога, которое исчислит налоговый орган самостоятельно. То есть это уже будет с санкциями, это уже будет с пенями и так далее. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, пожалуйста, придите и задекларируйте добровольно свои доходы. И у нас вновь телефонный звонок, давайте примем его. Алло, добрый день, слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Ага, добрый день. Добрый день. А на якунском можно, да? Ну, лучше на русском. Ну, лучше на русском, да. Тогда вот так, вопрос у меня такой. Я житель села, далеко, маленький из деревни. А вопрос у маленьких. У нас, вот наша республика, по всем вопросам, по России, я слышу такое. Сколько-то гуляю, сколько-то алмазов, сколько-то золота, сколько-то газа, сколько-то нефти. Она добывает. Это же ясно. Почему наши экстременовские, которые там сидят, не могут своим коренным дителям Якутии? Хорошо. Ну, к сожалению, наш телезритель или радиослушатели задал, конечно, вопрос не по теме, поскольку мы сегодня говорим о декларационной кампании. Пожалуйста, просьба к тем, кто нас слушает или смотрит, пожалуйста, задавайте вопросы именно по теме разговора. Сегодня мы говорим о том, как задекларировать свои налоги, да, каким образом их уплатить, в какие сроки и так далее. Поэтому вопрос, конечно, должен касаться темы нашего разговора. Ну что же, мы продолжаем нашу беседу, да, и перейдем к Саргалане Гаврилевне. Есть вопрос у меня. Что представляет собой сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц? Интернет-сервис личный кабинет налогоплательщика, он находится на нашем официальном сайте, www.nalog.ru, да, и позволяет, значит, физическим лицам получать актуальную информацию обо всех объектах, которые у него в собственности находятся. Также видеть состояние расчетов, то есть также имеется возможность в режиме онлайн оплачивать соответствующие налоги и получать налоговое уведомление на уплату имущественных налогов. Также через личный кабинет можно направлять любые обращения, в том числе заполнить декларацию при НДФЛ в режиме онлайн и направить соответствующую эту декларацию в налоговый орган. Ну, вообще интерфейс личного кабинета у нас постоянно обновляется. Сейчас имеется возможность, например, получить сведения о имеющихся банковских счетах, которые можно выгрузить в удобный себе формат Excel. Также там, значит, в личном кабинете сконцентрирована вся информация о доходах от всех источников. Помимо этого имеется, значит, сведения об имеющихся льготах. Также есть возможность, значит, через личного кабинета получать пуш-уведомления вообще о состоянии расчетов. А вот как получить доступ к личному кабинету? Ну, в личном кабинете есть несколько способов. Первое – это с помощью логина и пароля, который вы можете получить любой налоговой инспекции. То есть все равно необходимо подойти? Да, необходимо либо подойти. Соответствующий выданный, значит, пароль необходимо поменять в течение одного месяца. Также зарегистрированные пользователи портала Госуслуг могут с помощью подтвержденной учетной записи авторизоваться в нашем личном кабинете. Авторизоваться можно не только в отделениях МФЦ, Почта России и Ростелекома, но и в онлайн-приложениях, например, банков. Это Сбербанк онлайн, ВТБ онлайн, Тинькофф банк. То есть там, возможно, значит, подтвердить свою учетную запись портала Госуслуг. Ну, примерно, вот вы можете сказать, какой процент наших налогоплательщиков уже зарегистрирован в личном кабинете? Как много человек пользуется такой услугой? Вообще у нас, получается, где-то 214 тысяч имеет доступ к нашему личному кабинету. То есть это примерно 44% от тех налогоплательщиков, которые имеют на праве собственности недвижимость. То есть они уже поняли, насколько этот сервис удобен все-таки для того, чтобы пользоваться им и вовремя получать данные по налогам. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, добрый день. Добрый день. Я хотела вопрос спросить, задать. Пожалуйста. Уже можно, да? Да, слушаем. У меня такой вопрос. Если продается квартира, и собственниками является, ну, соответственно, муж, жена и ребенок несовершеннолетний, то кто должен подавать декларацию, кто должен платить налог? Да, ну, я так понимаю, квартира, здравствуйте. Квартира по долям, скорее всего, да? То есть мама, папа декларируются самостоятельно, за ребенка декларация представляется родителями, как законными представителями. То есть оплачивают тоже родители, соответственно. Сроки те же самые. Просто по налоговому кодексу у нас родители признаются законными представителями своих детей. Хорошо. Вот по ипотеке спрашивают, да? А можно ли получить вычет за проценты по ипотеке? И если да, то каким образом это сделать? Да, ну, то есть мы переходим, в принципе, к налоговым вычетам. То есть важно понимать, что в первой части мы говорили о лицах, которые обязаны исполнить свою конституционную обязанность, да, по 57 статье Конституции Российской Федерации. Вот. Сейчас мы говорим о лицах, которые вправе прийти. Во-первых, сразу скажу, что такие лица могут не приходить 30 апреля, они могут приходить в течение года, в любое время. В мае, в июне, в ноябре, в любой месяц могут приходить такие лица и заявлять свои вычеты. Имущественные вычеты у нас предоставляются в размере 2 миллионов, это сам вычет на приобретение имущества, и 3 миллиона, это проценты по ипотечным кредитам. То есть для того, чтобы взять вычет на эти проценты, нужно взять справку с банка, сколько процентов уплачено у вас за отчетный период, то есть за 2020 год. Банки, соответственно, дают такие справки, и мы предоставляем вычеты. Кстати говоря, сейчас в Государственной Думе уже принято постановление о понесении федерального закона об упрощенном порядке предоставления имущественных налоговых вычетов. Эти вычеты будут у нас за 2020 год, то есть буквально мы ждем уже в течение ближайшего месяца, то есть гражданину уже можно будет не представлять декларацию и документы, а в онлайн, в личном кабинете в своем, на предложение налоговой службы ответить положительно, и в течение полутора месяцев деньги уже будут перечислены на счет физического лица. Это новшество, которому, в принципе, налоговая служба шла, и технически мы, в принципе, готовы уже к этому, ждем законодателей. Вот еще интересуется, как оплатить налог за детскую долю. Например, вот у ребенка есть выделенная доля в квартире, да, и по прошествии некоторого времени, меньше трех лет, родители решили продать ее. Получается, что ребенок должен оплачивать налог? Да, такие ситуации довольно часто... У ребенка появляется обязанность платить налог. Нет, в принципе, в налоговые правоотношения самостоятельно ребенок 16 лет может вступить. Но то, что вы говорите, здесь еще тот же вопрос, как вы нам задали в прямом эфире, то есть законные представители ребенка, это родители его, они заполняют декларацию, тут как бы возрастов нет. То есть, в принципе, и на маленьких детей оформляют доли в квартиры. Я так полагаю, что этот вопрос сейчас очень часто обращаются люди с этим. То есть при продаже, при участии там ипотеки, как бы, да, то есть обязательное условие оформления доли на ребенка. Вот, то есть у родителей, получается, срок владения более трех лет, а у детей как раз-таки менее трех лет. В этом случае дети декларируются, да, ну, родители за них, но тем не менее, как налогоплательщики дети выступают здесь со своей долей, и, соответственно, с вычетом декларировать обязательные доходы. Ну, а налог там так, смотря какие будут суммы, исчислиться должен. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о декларационной кампании текущего года, о том, каким образом рассчитать размер налоговых отчислений по НДФЛ, о способах декларирования и оплаты налогов. Напоминаю, что наша программа выходит в телевизионном и радиоканале НВК Саха одновременно. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66. И режиссер показывает, что у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу земельного налога. Я в октябре по уведомлениям уплатил все, что пришло. Земельное имущество налоги. И вот на днях ко мне приходят уведомления о том, что у меня имеется задолженность по земельному налогу. И пенят на него. Я написал вопрос в личном кабинете своем и перенаправил в пятую по прописке, получается. Земельный участок находится в районе. Это правильно, что обращение было перенаправлено в пятую налоговую? И через сколько ждать ответа по этому вопросу? Сергей Гавриев, попросим ответить. Если у вас возникает вопрос в части оплаты, то необходимо, соответственно, направить обращение с личного кабинета в ту инспекцию, где вы состоите на учете. И соответствующее обращение будет рассмотрено в течение 20 дней и уже будет направлен ответ именно в личный кабинет. То есть это правильно сделали, что направили именно в пятую налоговую? Да, направили в пятую инспекцию. У нас еще один телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот я недавно на самозанятой зарегистрировался и вот хотел узнать, самозанятый может ли открыть свой сервисный центр для обслуживания контрольных обслуживающих аппаратов? Ну, не в рамках этого эфира вопрос. Хорошо. Ну, тем не менее, все равно, наверное, можно обратиться через сайт, да, Сергей Анатольевич? Да, у нас получается на нашем официальном сайте есть промо-страница налог на персональный доход и вся информация по порядку исчисления, уплаты, применения налога на самозанятых, она имеется на нашем официальном сайте. Также, если есть какие-то вопросы, можно обратиться в единый колл-центр по номере 8 800 7 2. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Алло, здравствуйте. Да, 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 мы слушаем вас, говорите. Я пенсионерка. Я в 2020 году продала земельный участок 19 сотых. Я должна в декларацию. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Скажите, пожалуйста, сколько лет в собственности был ваш земельный участок? Так, ну, у нас телефон уже положил собеседник. Возвращусь, да, уже к тому, что ранее говорили мы. Если земельный участок в собственности был менее трех лет, то обязанность у вас есть. Если более, то, соответственно, нет. Ну, давайте все-таки, наверное, поговорим о вычетах, да. Какие вообще виды вычетов у нас существуют? Ну, самые популярные виды вычетов у нас имущественные, социальные. Соответственно, стандартные вы на работе получаете, да. Обычно работодатель удерживает, вернее, не удерживает налог с определенной суммой. Имущественный вычет, он предоставляется при приобретении жилья. То есть, квартиры, жилые дома, доли в них, комнаты. Вот, в этом случае граждане вправе воспользоваться этим вычетом. Вычет составляет размер 2 миллиона рублей и проценты по ипотеке 3 миллиона рублей. В праве воспользоваться граждане по отчетному периоду, ну, то есть, когда было приобретено жилье. Тут в частном случае я вам скажу, да, какие есть. Если это первичный рынок, то есть договор долевого участия. Приобрели жилье, взяли ипотеку. Право на вычет возникает с момента подписания акта приема-передачи. То есть, не с заключения договора долевого участия, а именно, когда вы уже эту квартиру получили у застройщика. Вот, какая дата будет акта приема-передачи с этого года календарного, лица вправе применять этот вычет. Собственно говоря, за этот период и представляется уже декларация, где заявляется право и возврат НТФЛ происходит. Соответственно, проценты по ипотеке в размере не более 3 миллионов рублей, они могут тоже возвращаться, НТФЛ с них, тогда, когда возникло право. То есть, вот эта дата по акту приема-передачи по долевому строительству, она важна. При покупке на вторичном рынке или дома жилого, отправной датой у нас является регистрация в органах Росреестра. То есть, когда прошла регистрация, это является дата, год начала вашего имущественного вычета. С 2016 года у нас в пользу налогоплательщиков изменилось законодательство, да? То есть, на сегодня, если муж с женой приобрели жилье и брак зарегистрирован официально, то 2 миллиона, в принципе, каждый может взять. То есть, если вы квартиру приобрели за 5 миллионов, то вычет предоставляется и мужу, и жене по 2 миллиона соответственно. То есть, вычет перенесен на налогоплательщиков. Раньше немножко по-другому было. Сейчас более, скажем так, приоритеты в приоритете налогоплательщик. И еще замечу, значит, на вычет имеют право лица, которые получают официальные доходы. Если у вас серая зарплата, ну, это как минимум неправильно, мягко говоря. Вот. Если у вас белая зарплата, у вас есть справка 2 НДФЛ, у вас есть официальные доходы, тогда вы этот вычет можете к себе применить. И если таковых доходов нет, вычет не применяется. Соответственно, НДФЛ возвращается только в размере того налога, который удержал ваш работодатель. То есть, если вы за год получили 500 тысяч рублей, а вычет у вас 2 миллиона, соответственно, налог будет возвращен в размере только 65 тысяч, то есть 13% с 500 тысяч. Заработанных. Хорошо, у нас телефонный звонок, давайте сперва его время. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Это Настя, район, вопрос по налогам. У меня муж из ИП, мы с 17-го года сдавали декларацию, и по НДФЛ у нас получилась переплата. С 17-го года он сдавали декларацию, и у вас уже переплаты. И в этом случае мы как можем действовать? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Пожалуйста. Ну, в принципе, по положениям налогового кодекса налогоплательщик вправе распорядиться переплатой, которая сложилась в течение последних трех лет. То есть по 78-й статье налогового кодекса вы вправе ее зачесть на налоги разных уже уровней, в принципе. То есть нужно подать заявление в налоговый орган по месту вашего учета, ну, где вы прописаны, по сути, получается, и распорядиться. Это ваше право, куда направить эти деньги. Хорошо, мы говорили о вычетах, да? Вот я знаю, что появился еще такой вид вычетов, как инвестиционный, да? Вот расскажите о нем подробнее. Да, инвестиционный вычет есть. Мы, в принципе, анализируем, граждане стали больше инвестировать, это как бы хорошо, да? Ну, то есть есть такой институт, в принципе, инвестиция через брокеров, да, в основном это банки предлагают такие продукты, это банковские продукты. Значит, не более 400 тысяч рублей, соответственно, сумма НДФЛ, которая будет возвращена, это 52 тысячи рублей, да, 13% от 400. То есть, допустим, вы в прошлом году пошли в банк, открыли инвестиционный счет, это обязательное условие, инвестиционный счет. Открыли счет, положили туда там, ну, давайте скажем так, чтобы не ровно совсем было, 500 тысяч рублей положили. Значит, по окончании 2020 года, опять же, договорюсь, при наличии официальных доходов, да, вы декларируете, заполняете декларацию, указываете эти расходы на то, что вы положили туда деньги. В пределах 400 тысяч НДФЛ вам будет возвращен. Ну, это же очень выгодно получается для тех, кто, собственно, вкладывает деньги, потому что мало того, что он получает, процент, например, по вкладу, да, он еще получает и вычет налоги. Да, да, совершенно верно. То есть, получается двойная выгода, да? Хорошо. Еще один вид профессиональные вычеты. Профессиональные вычеты, да, у нас такие вычеты есть, они в основном применяются хозяйствующими субъектами, скажем так, без образования юридического лица. Да, это у нас индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, это нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие. Вот, то есть, это лица, которые занимаются собственным бизнесом, скажем так. Эти лица могут применять этот вычет. Ну, этот вопрос тоже поступил от радиослушателей. Спрашивают, где скачать программу для заполнения декларации 3НДФЛ? Ну, программу, комплекс декларации можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Программные средства». Также, значит, скачать можно и заполнить в режиме онлайн в нашем личном кабинете. То есть, благодаря вот введению коротких сценариев, да, пользователь может буквально, вот пройдя краткий опрос, в три клика заполнить и направить налоговую декларацию. И отслеживать статус камеральной проверки. Ну, и давайте напомним нашим телезрителям, радиослушателям, для удобства их же, да, каким образом можно записаться на прием в инспекцию? Значит, на нашем официальном сайте тоже есть сервис, онлайн-запись на прием в инспекцию, где, как и физические лица, организации, предприниматели могут записаться в удобное для них время. То есть, при наличии свободного времени запись осуществляется за две недели, и при этом, значит, на электронную почту приходит, значит, соответствующий талон. То есть, и необходимо в назначенное время прийти чуть пораньше, ну, минут за десять, и уже, значит, и уже получить эту услугу соответствующую. Ну, и наша программа уже завершается. В самом конце, что бы мы хотели, может быть, сказать нашим телезрителям, радиослушателям? Буквально несколько дней остается до завершения декларационной кампании. Ну, мы, повторюсь, приглашаем все-таки всех тех, кто обязан задекларировать свои доходы, да, то есть, именно продавцов, тот, кто сдает в аренду, пожалуйста, приходите к нам, мы ждем, декларируйте свои доходы. Закон есть закон, нужно платить налоги. Сергея Вангавриевна. Ну, что хотел бы сказать, да, нашим слушателям, чтобы все, кто обязан и получили доход до с этого года, они обязательно продекларировали не позднее 30 апреля. И рекомендую использовать наши сервисы, в частности, наш личный кабинет. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok